Пу-пу-пу, дисклеймер. Привет, я третий, сегодня мы с тобой продолжаем проходить, зайчика. Я пошевелился, потерся носом, а наволочку с трудом разлепил веки. Рисунки на стенах, книги, стопка комиксов. Я потрогал челюсть, опасаясь, что она ответит вспышкой боли. Пальцы переползли к виску, ни шишки, ни боли. Я сел в кровати, удивленно моргая, поправил очки. Изучил свои рисунки, чистый, без грязи под ногтями. Руки, руки, руки. Но, скорее всего, это ему глючит. По голове настучали так, что у него глюки пошли. Рюкзак прикорнул у стола. Отголоски беседы раздавались за дверью. Я дома, в своей спальне. Сам добрел, а очки? Их мне Семен вернул, может Полина, или неизвестный доброжелатель. Решив выяснить это позже, я выглянул в окно. У леса было множество тайн, но он не спешил ими делиться. Часы на прикроватной тумбочке показывали 10 утра. Солнце светило над полем, но не согревало его. Закорехтело старыми костями чащоба. Все, просто открыть. Да, скорее всего, она штырит. По башке настучали, галюны пошли. Я вышел в коридор, и от звуки беседы сделали Зи громче. Смех. Как давно я не слышал, чтобы мама смеялась. В тихом доме посреди притаившихся теней. Такой обыденный родной смех. Я прокрался по лестнице, словно боялся спугнуть момент. Мама рассмеялась. Ей вторила Оля. Да, шутка, конечно, ржачная. Прям не знаю, как я себя в руках сдержу. Я говорю, заяц у меня цырковой. Боже, ты лучший. И не говори, как тебя в аншлаг не взяли. Я не сомневалась. А чего ты громко орете вообще? У них небеса. Уже муж и жена. Тоже неактуально. Когда я вошел на кухню, мама целовала отца в макушку. Он поглаживал ее по плечу. Сто пудово. И это глюки. Ну смотри, как батя улыбается. Я счастлив. Кошмар. У вас есть что с тобой? А Оля сидела между родителями, вооруженная вилкой. Да, конечно. Я бы тоже что-то как оружие взял, когда стоит батя. Накрытая крышка и крапчатая кастрюля источал ароматный запах. Че ты орешь? Я же рядом. Привет, Соня. Весь в отца. А ты че орешь? Прямоугольник окна возвышался за ее спиной. Отчего мама казалась нарисованной на белом холсте. Садись, садись. В ногах правды нет. А завтрак самое важное для здорового человека. Я сел, очаровательно улыбаясь. Оля подмигнула мне и одновременно мигнула лампа. Вот, а зачем вот эти вот эффекты визуальные, если я сейчас текст читаю? Как я должен был знать, куда смотреть? Заспанный какой? Да, не высыпаюсь еще. Какой есть? Наш, родной. В детдом сдавать поздно. Да, уже да. Тут скорее я вас сдам. Заценил. Папа хохотнул, показывая, что шутит. А мама хлопнула его по плечу. Ну, перед тобой еда. Ну, ладно. А мы думаешь, просто так тут слюной капаем? А это нормально, что ее посадили спиной к холодильнику? У нее хотя бы стул со спинкой? Надеюсь, что со спинкой. Она же заболеет, вы что? Поэтому она, блин, бедненькая в пайте сидит. Братик, ты так кушать будешь? Как? Как? Я поймал себе наискоряющийся от веселья взгляды родителей. Был бы у меня фотоаппарат, запечатлел бы, чтобы они всегда улыбались мне со снимка. Чтобы остановить этот... Чтобы оставить этот прекрасный миг. Лампочка погасла и вспыхнула, а чуть слышно задребезжало стекло в раме. Сними маску, сынок. Есть же неудобно. Все, видишь, галюны пошли. А глуповатая улыбка прилипла к губам. Папа сказал, показывая крепкие белые зубы, похожие на клавиши пианино. Снимай, снимай, заяц. Я провел рукой по щекам, засмеялся. Вы о чем? А по чим, по своим или по отцу? Потому что если по отцу, это было бы странно. Уже вся семья смеялась. Ты что, меня пальцем и хлопая, ладонями по коленам и клеенке. Потише. Папа сказал, утирая костяшками увлажнившиеся глаза. Ух, и насмешил ты нас. Ну, молодец. А теперь маску сними, будь добр. Че ты, палишь? Я опять потрогал свое лицо, ощутил, как немеет кожа. Она мне нет маски. Эй, уф, какая злая. Мама поерзала на стуле, прищурилась, склонив голову. Холст окна теперь был серым. И все быстрее, червы. Пока не снимешь, не начнем. Но я не могу уже терпеть. Пройду, пройду, пройду. Сними маску, не валяй, дурака. А голос был ласковый, но твердый. Мам, тоже меня пугает. Че вы все орете так? Либо я звук сделал громче, чем обычно, либо они сидят прямо орут. Заскрипели ножки стула, пополодиться, Оля отодвинулась от меня. Аааа, ты что делаешь? Да что ты делаешь? Стул-то твой вот здесь остался. Ты как жопу свою по доскам двигаешь? Она больше не улыбалась. Никто больше не улыбался. Разве что щели облупившихся стен. Что ты наделал? Твоя сестра плачет. А че она плачет? О, там написано яйца, хлеб, а сверху не вижу. Мелко. Ой, и сопли. Че ты разревелась? Оля Хныкула, опустив голову из-под лобья, боязливо посмотрела на меня. Мама грохнула кулаком по столешнице, и я чуть не повалился на полместе со стулом. Да ни хрена себе она стучит, конечно. Сын называется. Мы веселились, а тут ты пришел. Испортил все. Хлебало попроще. Ни хрена себе ты черт, конечно. В меня полетели брызги слюны. А ты еще и плюешься. Я повернулся к папе, умоляю, объяснить, что происходит. Липкий сироп тек по подбородку отца и капал на рубашку. Глаза его смотрели в разные стороны. На черноке грохнула за... Ух ты, вот ты пасть. Вот она пасть открыла. Явно в одну рожу хочет все захавать, поэтому не дает Оле есть. На чердаке грохнула, зашуршала в коридоре. Водопроводные трубы забурчали. Дом ожил. В каждой комнате кто-то возил, а ползал, дышал. Лампочка заморгала. Сейчас оттуда есть. Тробоскопа, упри. Вообще-то о таком предупреждать надо. А вдруг эпилептики сыграют в эту игру, а тут... Лица родителей то ныряли во тьму, то возникали вновь. За окнами прошла высокая тень. Я намеревался вскочить, броситься прочь, но тело не повиновалось. Руки мертвым грузом лежали на столе. Я просто смотрел. Да, скорее всего, глючит. Свет погас. Во мраке сердце ударило три раза. Воааа. Эпично. Фух, а я думал, мне спойлеры попались. Просто в стиме там под достижениями есть карточки. Я хотел посмотреть, какие карточки есть. И там вот это раз, два, три было. Я такой, сука. Неужели разработчик настолько гений, что влепил просто... Нет. Надеюсь. Потому что если это окажется в итоге правдой, это ну капец. Поклон тебе большой. Лампочка вспыхнула ярко. Три маски уставились на меня с дырами и отверстиями. Женщина-лиса там, где секунду назад сидела мама. Мужчина-волк во главе стола. И девочка-зайчик, моя Оля. А как определяют, где место главы стола? Типа, куда сядет батя, то проперженное место его уже. Я не мог даже спросить, зачем они нацепили эти странные страшные морды. И почему шерсть на них шевелится, словно что-то движется внутри мазок. Чего? Спучивая по пьемаше. Ну может они дышат? Ну типа... Нет. Надо это будет протереть. Язык отказался реагировать на команды мозга. Лишь взгляд мой перемещался по маскам, по длинным кривым теням и за спинами семьи. Кушать подано! Она сорвала крышку с кастрюли. Сука! У меня и так каждый выпуск зайчика банят. Типа монетизации и предпосмотр типа ограничен из-за слишком жестоких сцен. Прикинь, в каждое видео зайчика, а там ничего такого не было. А за отрезанную бошку в кастрюле, ну вот пизда. Возможно видео вообще забанят меня. Если тут сейчас блюр, не удивляйся, это ютуб заругался. В кровавой подливе лежала отрезанная голова. Давай, ты еще более подробно опиши, чтоб мне не только видео нахер канал замокировали. Остекленевшие глаза буравили меня. Распахнутый рот вопил беззвучно. Моя собственная голова на дне кастрюли. Кровь заструилась из-за сеченной головы по перекошенному лицу. Одновременно горячие струйки потекли из моих ноздрей, марая клеенку багровым. Я закричал. Резко выпрямился, челюсть обдала огнем. висок сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс разбитой физиономии учет у тебя как-то легко делать слушание синяков не ссадин и нос даже не сломали обморок кошмар о ужас упал боб мара то есть они оставили меня просто в снегу лежать вот так вот в ночь я запомню пульсирующая боль его было подарком по сравнению с привидевшимся ужасом я поднялся на ноги отплевываясь лес оградил меня как прутья решетки я не знал как долго пробыл в отключке ноги и руки затубили штаны и промокли насквозь еще опасался еще а я стоял один почти в полной темноте в кольце взымающих вы стволов и вдруг и все вокруг и зашевелилась и держала уши закладывала чорхой и шелеста кроны таяли в космической черноте пусты становились пустыми клетками чьи обитатели вдруг вышли на волю казалось что вот-вот когтистая лапа вы просто ица вы вы просто ица вы просто ица измарака и схватит мое одереневшее лицо а где-то вдалеке послышался крик меня искали как этого пропавшего мальчика голоса защипила выступившими слезами тяжелая капля сорвался ресниц да не ори крик зазвучал громче и на мгновение я даже поверил что меня спасут тут же свет ударил мне в лицо я заслонился пятерней луч фонаря скользнул вниз вот и где ну как видишь у меня разбито лицо я лежу в снегу ночью ты думаешь сейчас время предъявлять что это вообще как понимать ты получил папа шагнул ко мне из мрака а я ринулся навстречу надеюсь что он не растает оказавшись очередным миражом проделками свихнувшегося разума он был настоящим язвы жиры глотил может отрезали у него что ж был классницу на дороге она сказала где бреха захрустели ветки с не дай ему ужасом я принял к отцу а он встрепенуться изучать еще бог и сказал всем другим напряженным тоном пойдем отсюда скорее надеюсь он спросит что за одноклассница хотя бы примерно как она выглядела цвет волос цвет куртки давать узнает такой нагоняй нам устроит мало не покажется тогда ух вы твари один чуть не сдох в лесу другой его спас как вы посмели я потянулся к отцу все еще леденее от ужаса схватился за его крепкую ладонь почувствовал подушечками быстрый пульс поднялся и по поднялся и пошатываясь побрел с папой по его и различимым следам назад к человеческому жилью к свету к дороге где отец припарковал машину слова ясно о чем ни единого намека где я тебя нашел что за секретики что от чего он держал меня за руку словно что-то словно что-то очень ценное и все рассказывал как боится потерять меня и волю я кивал и послушно перебирал ногами все-таки они скорее всего уже подали на развод и решают с кем останется ребенок а только в машине отец заметил их ссадины и дальше я смотрю я не понимаю как так вот видел только что и черный экран был и и вот просто текст это занимало один процент мощности процессора как только появилась картинка просто картинка тут же даже не анимации не 3d просто нарисованная картинка херак до 30 и 40 процентов поднимается почему обычная картинка 6 только в машине отец заметил ссадины а ты хороший батя слушай при внимательный копия забили не поцеловали с ноги я щупал шкулу из-за чего из-за девушки девушки я был конечно отец кивнул вдумчиво загудел двигателем выражение папиного лица я угадал боязнь но это был не липкий парализованный парализовавший меня в кошмаре страх его страх был благородным и чистым бриллиантом он открыл бардачок достал салфетки меня не одобрила но вот что сынок а там пистолет я говорил скорее всего бандит элементов под прикрытием мент но по программе защиты свидетелей всех перевели они переехали так далеко но тогда им должны были имена не настоящие дать и детей предупредить чтобы имена другие использовали граться за девушку это правильно тогда нужно решать конфликт словами но иногда иногда слова не помогают на те стволы пристрелить их уродов чё бы нет и папа улыбнулся мне подбадривающе за секунду до того как он захлопнул бардачок я увидел торчащую из-под тряпки рукоять он возил с собой оружие мой интеллигентный папа держал подпис под рукой пистолет как герой боевиков или как обычный бандит вова шепнул голосок за окнами мельтешили сосны фары бодались темнотой машина везла домой папа изучал меня настороженно в зеркало за него вида я думал о пистолете о снах о людях в масках зверей притворившихся моими родителями а белой снежинки все парили в темноте не он он тоже странный едет и смотрит на меня если врежешься сейчас куда мы и так не в лучшем положении секретики какие-то по нам вот и мы отчет до этого все четко видела сейчас размытым мама спускалась по лестнице вцепившись в отца фирменным взглядом на ее лице застыла грозная эмоция на стыке гнева и презрения внезапно ее взор упал на меня и опасно долго задержался я не поняла антон а где очки потерял проиграл в школе поди забыл простофили повисла ядовитая пауза отец сердито смирил маму взглядом а затем заговорщика подмену не напоминая нашему говори ну то есть ты пойдешь и купишь мне новые соответственно но ничего есть же запасные проживем как-нибудь а подожди от зачем тогда запасные ну то есть он придет и должен в школе по идее забрать и принести обратно нет ты же сказал не потерял а забыл родители еще некоторое время стояли в тишине а затем каждый из них молча побрел по своим делам подальше духа друга вот что-то она капец какая стервозная тени кажется он как будто вы положительный герой но в итоге окажется что он бандит она недовольна тем что он втащил свои разборки семью да я еще не успел раздеться как по мне как ко мне бросилась оля у меня в меня словно дробью пальму ли они мефь я лис же зашевелил губами со звоном разбилась в дребезги чашка это мама выпустила ее друг рука я девшок ее лицо было бледным она растерянно уставилась и на осколки это короткая вдоль и секунды пауза длилась вечность потом мама с досадой сказала и ты из-за этого разбила чашку но это тоже беда если ребенок уже довольно таки взрослым скоп или лет шесть не знаю 8 и она ну вообще не может отличить животное от человека размеры хотим нет она меня позвала а тут мама вышла и лиса убежала не было так она только что сказала что она убежала чё ты вовли подходи к ней а если бы понадобилось я был готов трясти сестру как тряпичную куклу мама вышла в коридор и удивленно посмотрела на меня я сушевался так он же тоже антон да то есть антошка скорее всего вот стопудово должно быть в этой игре отсылка на картошку стопудово и живут скорее всего беларуси вот стопудово должно быть так укусить может да нашу тебя колобок да булочка мне вспомнились детские сказки в которых лисы воровали детей это в каких представил алису вольную хищную бегущую быстро-быстро по ночному лесу с дергающимися в мешком а то есть тебе от этого спокойнее да то есть какой-то неизвестный человек в маске животного пытался позвать твоего ребенка на улицу а ты такая это же не настоящая настоящая лица соответственно не укусит мама устала улыбнулась словно это все объясняла а я тоже выдавил из себя улыбку чухте с лицом и улыбаюсь я счастлива жалкую какая тонкий кусочек мыла перед тем как она окончательно расставит в руках но оставишь но оставшись наедине с сестрой я шутки вспоминая семья в омерзительных масках от чего воспоминания в а семья в омерзительных масках атаковали бомбардировали бомбардировал бомбар бар 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 А меня будто подлые удары одноклассников. Передо мной стояли поросшие шерстью лица моих близких, оскалившихся, клыкастые пасти, полные густой слюны. Что со мной происходит? Что за фокусы выкидывает мой разум? Ведь эта маска зайца настоящая. Вот она, не пойми откуда взявшаяся в моем портфеле. Словно и не выкидывал ее в том жутком лесу. А когда ты в лесу выкидывал маску? Я зажмурился и бросил в рот витамины, запил их водой. Хватит сходить с ума, пожалуйста, хватит. Я кое-как уселся за математику, но задачи не желали решаться. Правильно, они сами не решаются, их ты должен решать. Цифры в тетради то кувыркались и перемешивались, то кружились в танцы, то прыгали за поля. От всей этой чехарды голова стала тяжелой и так и норовила упасть в числовую вязь. К векам словно подвесили маленькие гири, те, что кладут на весы в продуктовом магазине. Божку бери, не видно ничего. Стоило мне сдаться и захлопнуть тетрадь, как воспоминания о прожитом дне суматошно заскакали перед глазами. Вот снова я посреди душных школьных коридоров. Отсюда виден кабинет литературы, лица мертвых классиках на портретах, строгая и царственная поза классной руководительницы Лилии Павловны. А затем углом ждет не дождется ее ненаглядная дочка Катя, ябеда и сплетница. Не, ну ты же уже знаешь такие слова, ну скажи ей, пошла нахуй, все, все. Она закачалась на носочках, спрятав за спиной руки и с фальшивой улыбкой поинтересовалась. Скажи, пожалуйста, а чего это тебя к нам перевели, а? Потому что перевод без процентов. И тут бы охренительная реклама была бы. Может быть, я сказал бы правду Полине. Но Катька продаст мою правду на рынке за три копейки. То же самое, что распечатать мои мысли на принтере и повесить рядом с фотографией Вовы, чтобы все читали. Подожди, в смысле рассказать правду? Я вновь обратился к заученному ответу. То есть они в натуре, скорее всего, их, как его сюда привезли, как свидетелей? Подожди. Поэтому он правду и не может сказать. То есть дети в целом знают правду. И специально это как заученный текст говорят, так что ли? Но Катя даже не думала меня слушать. Метнулась я на востренным ушам подружек, зашептала, косясь на меня и хихикая. А твоя версия какая? Я вот слыхала, что это все из-за его отца. Он недавно кому-то крутому дорогу перешел, и теперь они всей своей семейкой в нашем захолустье скрываются. У меня такое же предположение, но только не совсем такое. А что ты психуешь? Подожди. Она сказала, типа, перешел кому-то, к какому-то бандиту дорогу, их спрятали. И что ты психуешь? А этот лишь ручки опустил, до глазенки потупил. Прекрати! Ты знаешь, он не один был! И будь то этого мало, ходят слухи, что этот чудик повсюду таскает с собой зайчью маску. Ой, девочки, ну кто же в своем уме будет такое делать? Ну, тут очень странные вещи высмеиваются. Маску таскал с собой. Ха-ха, что? Ясно, понятно. Со странностями наш Антошка. Может, слабоумный? А может, и маньяк? Если в его портфеле хорошо покопаться, там и топор отыскать можно. А может, что и похоже. Ну, учитывая, что у него в портфеле еле-еле вмещаются тетради, плюс небольшой остаток топор там не влезет. Ну да ладно. Да ты что? Серьезно? Ух ты! А если посмотреть, ну дочки совсем маленькие, прикинь. Даже ребенку спину не все закрывают. Замолчи, заткнись! Сам заткнись, слышишь, если не разговариваю, вообще что ты лезешь. Вон как раскричался-то, будто ужаленный. Во-во. А зрачки-то? Зрачки какие, широкие! А я в шоке! Ты чего доброго с катушек слетит и руки распускать начнет? В смысле опять? Не зря же его мать с таблетками печкает. А я замер в смятении, безуспешно пытаясь понять, откуда она знает про лекарства. И что пугало сильнее, вдруг ее болтовне кроется ужасающая правда. Какая? Что ты маньяк? Да-да! Да, понял. Он такой же ненормальный, как и его сестрица. А с сестрой чего не так? Представляете, как из сумасшедшей дурочки каждую ночь прилетает сова ростом с человека. Про рост с человеком, по-моему, никто не говорил. А сова может прилетать. Почему нет? Может, прежние хозяева подкармливали здесь сову? Она по привычке прилетает. Как бы возле леса живем. Нет? Да-да. Согласна только, что ты. Только что ты ее никто из здоровых людей не видел. Кого? Сестру? Или сову? Видели. Даже фильмик снимает сов. А это наивный просто к ей верит? Нет? Ну вы представляете? Ха-ха-ха! И тут среди ухмыляющихся толпы я поймал единственный сочувствующий взгляд. Как же так, Антон? Неужели действительно тебе не здоровится? О нет, он болеет! Какой кошмар! Полина, послушай меня! Как ты послал заболеть? Как же, как же! Не слушай этого болтуна, Полиночка! Свистит он, что в Москве бывал. Как пить дать? Так ты сама сказала, что мы переехали отсюда. Это ничтожество даже постоять за себя не может. А при случае из-за тебя не заступится. Зато он за себя полежать может вон аж до ночи. Бросит, думая, как бы только самому по шее не схлопотать. Слабак! Поля, ой, чё это я? Полина согнулась, будто екнули в живот, а потом залилась слезами и громко истерично плача. Рухнула на грязный пол. Нет! Нет! Адон! Почему? За что? Почему, за что, что? Ничего не понимая, я бросился к Полине, но Катя грубо оттолкнула меня. Капец, ты хилый! Тебя даже девчонка может оттолкнуть? Убери от неё свои лапы, чудовище! Под пеленой страха озрела ярость. Медленно всплыла из глубящегося морока. Я почувствовал, как моя верхняя губа ползёт к дёснам, оголяя зубы. Ух, как я зол! Я тебя сосуничтожу! Что? С чего? Что твой отец бьёт, мать? Ещё не даёт тебе права поднимать руку на девушку! А с чего ты это взяла? Кто ж убьёт, мать? Кулаки стали кувалдами не разжать. Никто не смеет говорить такое про мою семью. Я помнился, когда уже кинулся на злобную качку. Вот ты мерзкая, конечно, пиздец. Тут же толпа школьников вокруг неё зашумела, разразилась свистом и гневным рыком. И стала расти. Чё так громко? Субтильные фигурки учеников увеличивались, ширились, тянулись вверх. Всё выше и выше. Самый каталог. Превращались в огромный человеческий лес, кишащий оскаленными мордами. Я жался до пушистого комочка, затряся перед могущественным и изрытым язвами стволов. Но то людей, не то деревьев. Вот ты и показал своё животное нутро! Трус! Катейно лицо было обезображено ликованием и восторгом. Меня смущает, как они вводят и трясуют. Смотри, даже слёзы как харчок выглядят, не? Заливай слезами, несчастная Полина. Вапсета, зайтик! Ну ладно, хоть не мудак, и то сойдёт. А из леса донеслась пугающая хлопанье крыльев. Два огромных белых уха спустились откуда-то сверху, и я с головой зарылся в них. Я подскочил, чуть не упав с кровати. А не эта ли анимация была ещё в самом начале игры, нет? Халтура, вы одну и ту же два раза вставляете? Оказалось, я несколько часов уметался по мокрой от пота постели. Олинг Рик вырвал, вывозил меня и щупалец кошмара. Чё ты так орёшь? Да встал! Я не сразу разглядел её силуэты окна. Голос Оли был глухим, после драки у меня звенело в голове. Звук искажался, будто уши закупорили ватой. Хлипывая, расстроенная, как никогда прежде, сестрёнка повторяла и повторяла. Сова! Сова! Ощёл! Ощёл! Спасибо! Свою! Оху-люсь! Уху-ху-ху-ху! Я слёзы кипятком ошпаривал где мне сердце, но, признаться, я почти благодарил Саву за визит. Хе-хе-хе, мистер Сова, благодарю. За то, что напуганная Оля разбудила меня. Хочешь, я тебе мурзилку почитаю? Подожди. Да, наш матроскин. Я опустил лобосы и пятки на холодный пол. Пошарил в поисках очков. Вспомнил Семёна, его подлый поступок и горестно вздохнул. Антон, пожалуйста, пожалуйста, посмотри! Она не отводила глаз от окна, словно боялась проиграть ему в гляделке. Она не отводила глаз от окна, будто боялась и ему проглядеть. Что? Чего? Я нащупал переключатель, лампа плеснула слепаяющим светом. Встал с кровати. Просто как факт. Встал с кровати. Не я встал, встал с кровати. Зрение обманывала, но приближая ко мне окно, то отдаляя. А сестра была размытым пятном впереди. Я сделала осторожный шаг. Что там? Что-то случилось. Ты хочешь, чтобы я открыл шторы? Ой, она шевелится, смотри. Приколдесс. Нет! Не надо! Там же... Сама! А голос доносился из-за моей спины. Я обернулся и оцепенел от ужаса. Теперь их две. А что хотел сказать? А я уже не помню. А в дверном проеме стояла зареванная Оля. С кем ты разговаривал, братик? Вот ты хереешь, когда повернешься. Обхватив плечи, она тарачилась на меня красными от слез глазами, спрашивала, но будто боялась услышать ответ. Я разговаривал с тобой. С тем, кто притворился тобой. А ты прям хороший, брат. Умеешь успокаивать ребенка, да? За окном угрожающе скрипнул карниз, словно на нем сидел кто-то тяжелый. А то, что выдавала за себя Олю, начало расползаться, менять свои чертания, увеличиваться в свете ненасытной луны, до пугающих размеров. А голос больше не принадлежал сестре. Тому, кто прятался за шторы, надоело притворяться водить меня за нос. Я больно ущипнулся в надежде, что силуэт у окна лишь продолжение ночного кошмара, галлюцинация проклятого дома, ведь они не кусаются. Но в такой ситуации лучше щипать тень. Фигура выселась передо мной в дымке. Я услышал громкие вскриколи, когда по стеклу постучали. Она пришла за нами! Стук повторился, и я отшатнулся вглубь комнаты. Словно на свете существовали потайные углы, где я мог схорониться от этой жути. Тук-тук. Зачем писать тук-тук, когда он стутит? Ну, допустим, кто-то играет без наушников. Хотя это его проблемы. Но вы же еще и визуально показываете, что типа стучат. Лан стучали чем-то острым, железным. Замерцала лампа. Вот падла, не дай бог моими очками стучит, ты поцарапаешь. Замерцала лампа, светильника ярко озарила комнату и погасла, как свеча на яростном ветру в нити накаливания лопнула со звоном. Мрак словно только того и ждал, хлынул из-за углов и сомкнулся. От всей вселенной осталось лишь окно. Снаружи светила луна и красила все цвет костей, извлеченных из склепа. В черноте Оля завизжала, ткнулась в мою спину, ища защиты. И тут на нас уставился горящий, прожорливый огнем глаз. Тук-тук. 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 Нет, оно не пыталось разбить окно, оно играло. Стучало и стучало с водями с ума. Тук-тук-тук-тук. А будто гианские часы мерили отведенное нам время, и маятник раскачивался над бездной. Да прекрати ты! Уходи! Умирайся! Пошла прочь! А что, если это кажется? Ну что, сестра истерит? И на самом деле, я один. И это пришел КВБшник, кто там тогда был, ФСБшник, и нам, как в защите свидетелей, принес, мне очки. Тот, батя, типа, позвонил, он же не может сходить в магазин, в этом поселке нет его. Он позвонил, мол, привезите очки, вот, сын потерял их, и они привезли, типа, постучал, типа, открой, забери очки, стучи, стучи, то не открывать, но он, и забил. уходи, убирайся, а, ты это сказала. Оля, истошно кричала, клещами, вцепившись мне в руку. Вот этот, типа, устал, но в целом, говорит, ему кажется, он же таблетки пьет, может, побочный эффект. А я с трудом различал два огненных крыла, два огромных крыла, раскрывшиеся над черным пятном. А вот этот вот свет, это свет фонаря. Что сказать? Так ты скажи, что я? Ну, тогда уж улетит. А лунный свет вдруг померк, погрузив комнату во тьму, и светящийся глаз скрылся. Вот, надоело ему стучать, и он ушел. А там где-то на улице оставит очки. Я проглотил, застрявшим горликом, будто репейник заглотнул. Шагнул штором, завороженный призывом безработного гостя. Оля бормотала позади. Не буду, не буду, не буду. Да, она только шелк сказала. Влеклое окно, наползало на меня, занавески шуршали. Я потянулся, чтобы отодвинуть штору, чтобы посмотреть в глазу, в страху в глаза. И в этот момент из родительской спальни донесся шум. Недолго думая, я ровком одернул штору. Никого. Только за стеклом на карнизе среди птичьих перьевов что-то поблескивало. Мои очки. Ну, я же сказал, просто залез такой ты-ды-ды-ды-ды- на очки, и все, я пошел. Те, что сорвался меня с Семеном, либо такие же. Откуда они здесь? Неужели этот подарок колокочущей ночи, неужели их принесла сова? Я посмотрел во двор на ту зловящую поляну, на зубчатый гробовой лес. Ни души, ни намека на поздних визитеров. Старый столб одиноким, но сейчас часовым дремал посреди снежной пустыни, а рассохшиеся ставни кряхтели. Я отодрал оттепель и полоски приклеенных газет. С трудом открыл окно, мороз впился мелкими иголочками в кожу, зашевелились от сквизняка рисунки на стенах. Я дотронулся до очков, уверенный, что они растают в пальцах. Они были настоящими, мозг искал всему объяснение. Семен и его банда разыграли меня. Вот и все. Вот и... В кругу света под фонарем блестело гладкое снежное одеяло. Если кто-то ходил у дома, взбирался по трубе к подоконнику, он должен был наследить. Отпечатков не было. Но вы же как-то ходили, соответственно, следы должны были остаться. Я осторожно забрал очки. Никто не не отхватил мне кисть. Не выдернул в полной тревожного движения сумок. Вы почему не спите? Я одна неожиданность от неожиданности я покачнулся и чуть не вывалился из окна. Это был бы ржать. Совсем сдурели. Жарко что ли? Не болели давно? Там сова была. Тоже ее прогнал. А ну-ка, марш, спать к себе в комнату. А с тобой? Мама выдержала паузу, прожигая меня взглядом, подбирала наказание, соразмерная проступку. Какому проступку? Но, махнув рукой, взяла за плечо Олю и ушла, бросив напоследок угрюмое. Я несколькими ударами вогнал раму обратно в паз, повернул шпингалет и натрудив пальцы. Холод ушел из комнаты, но не страх. Вогрузил на нос очки, я изучал свое отражение в оконном стекле. Не лицо, а какая-то посмертная маска, как у мальчика с доски объявлений. А ведь этой ночью я был предельно близок к тому, чтобы оказаться на его месте. В просвете между детскими затылками прямо на меня смотрело черно-белое лицо. Это был не Вова, его фото висело рядом. Я узнал щекастую физиономию, нездоровую кожу. Внимание, пропал ребенок Бабурин Семен, 13 лет, ученик 6-го Б-класса, 9-го января ушел в школу и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы рост 155-160 сантиметров, то есть они даже не знают точно рост, глаза серые, волосы рыжие, тучного телосложения, жирный. Так и пишите. Был одет, темно-коричневая тубленка, бежевый шарф, черная норковая шапка, сапоги, аляска. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Семена, просьба позвонить по телефону, попробуйте посмотреть в канаве. Семен, хорошо, что ты это сказал. Фотографию Бабулина распечатали и поместили под стекло, как музейный экспонат. Чего? А ты уже в школе? А как он из дома оказался в школе? А теперь они просто вырвали такой кусок, как он лег спать, как утром собирался, какие мысли были, что он опять возвращается в школу, как шел до школы. Просто так, да. Эпизод 3, дыбом волчешек. Чего? Третий эпизод? А когда был второй? Или первый? Когда был конец между первым и вторым? На ухо она шепчет. Если ты не слышал больше, она сказала, это тот, который Бабурина ненавидел. Чего? Я тут всего один день. Как ты можешь такие выводы делать? Он мудак, его много, кто скорее всего ненавидел. Идите в жопу, на этом все, можешь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую серию. И на этом все. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok